Бонжорно, ребятки! Сегодня я в Риме! Какие у вас ассоциации с этим городом? Лично у меня это вечность, история, мода и, конечно же, вкусная еда. Видимо, у компании Samsung также, потому что они нас сюда пригласили на презентацию своей модной бытовой техники, которая отлично подходит для приготовления вкусной еды, так и для уборки всяких, скажем так, историй. Ну и для решения извечных бытовых проблем. Пойдемте вместе посмотрим, что они для нас приготовили. В этом году основной упор корейцев – бытовая техника с использованием искусственного интеллекта и повсеместное внедрение интернета вещей. Логичное решение, бытовая техника уже практически достигла пика своего развития, и теперь самое время задуматься о максимальной автоматизации ее работы. Общая концепция умного дома получила название Family Hub, и в этом году у Samsung выйдет множество продуктов в различных категориях с поддержкой этого самого хаба. Корейцы хотят максимально упростить управление, а что может быть проще, чем просто спросить? Именно поэтому во многие телевизоры и даже холодильники будет интегрирован интеллектуальный помощник Bixby. Обсудить с холодильником политическую ситуацию в стране вряд ли получится, но спросить о планах на день, ваших не его, и каких продуктов не хватает, легко. Взгляните, например, на вот эту мечту любой девушки, мощного красавца в цвете rose gold. Поверьте, он может многое, я проверяла. Холодильник работает на OS Tizen и оснащен сенсорным 21,5-дюймовым экраном, Wi-Fi и Bluetooth для подключения к интернету, соединение с другой умной и не очень техникой. В холодосах из Family Hub есть браузер, таймер, приложение погоды. Его можно использовать как доску для рисования, на него можно стримить видео или музыку со смартфона, а можно и не стримить, так как тут есть встроенные сервисы Spotify и TuneIn. Несмотря на кажущуюся абсурдность, в этом есть смысл, экран большой, а в некоторых моделях еще и крутая акустика от АКГ. Ну и почему, собственно, нет? Как минимум, планшеты и беспроводную колонку с кухни уберет. Есть возможность заказывать продукты онлайн, не в Украине, но есть. Кроме того, при помощи встроенной камеры холодильник способен не только показывать содержимое полок, но и определять тип продуктов, хранящихся в нем. Поглядел, определил, предложил вам рецептик из имеющихся продуктов, жаль, готовить пока сам не умеет. Ну, ждем появления роборучек. Ах да, чуть не забыла, тут еще и видеозвонки поддерживаются. Ну, вот это, пожалуй, излишество. Если же вспомнить о том, что холодильник это еще и бытовой прибор, то и тут у Самсунга есть пару ноу-хау. Технология Space Max, которая позволила увеличить внутренний объем холодильной камеры при сохранении габаритов. И Metal Cooling, металлическая пластина, поддерживающая внутри стабильную температуру, даже в случае кратковременного отключения электроэнергии. Короче, холодильник и так всегда был главный на кухне, а сейчас и вовсе возгордится. Глядишь, скоро начнет делать замечания, когда ночью тянешься за пироженкой, а через пару десятков лет и вовсе претендовать на часть квартиры. Но, тогда еще будет, а пока круто и очень удобно. С этой стиральной машиной мы познакомились еще на Ифа в сентябре. С тех пор мы дружим, по выходным иногда проводим время вместе, она довольно интеллектуальна, хоть и молчалива. Тут обошлось без излишеств. Есть только Wi-Fi, но и этого вполне достаточно. Ставим на смартфон программу Samsung Connect и удаленно планируем, запускаем, останавливаем стирку. Есть даже эдакий мастер по настройке. Выбираешь ткань, цвет, тип загрязнения и машина автоматически подбирает параметры стирки. И благодаря специальным датчикам дозирует средства и вот это вот все. Можно интегрировать стиралку в систему умного дома. И тогда она будет стирать, когда вас нет дома и подгадывать окончание процесса к вашему приходу. Чтоб белье долго не лежало в барабане, не заванивалось и не мялось. Из чисто стиральных штук система Quick Drive, это когда вокруг основного барабана есть еще один барабан, который вращается в противоположную сторону и тем самым создает дополнительное завихрение, выбивающее все дебе из ваших вещей. Стирается быстрее, а расход воды и электричество уменьшается. К тому же есть тут инверторный двигатель с цифровым управлением, потребляющий в половину меньше электричества в сравнении с обычным. Ну и конечно моя любимая фишка, возможность закидывать вещи в процессе стирки. По данным Самсунга, 100% покупателей пользуются дверцей AdWash. Я уверена, что я бы тоже это делала. Знаете, есть такая примета, только запустишь стирку и сразу же найдешь на полу парочку носков. А еще с криками ворвется он, что ж ты не сказала, что будешь стирать? А как же мой реглан? Так и ходит потом вонючий. Не знаю как у вас, но у меня на кухне есть один, можно сказать, сакральный прибор. Духовой шкаф. Включается довольно редко. Но если уж включился, то это верный признак того, что скоро будет вкусненькая еда. И что скорее всего придут гости. Но, как мне сказали самсунговцы, тут я скорее в меньшинстве. Например, в той же Франции практически все пользуются духовкой на постоянной основе. И более того, 90% хотят готовить в ней два блюда одновременно. Короче, просто таки мечтают, чтобы картофельный гротен получился как надо. И при этом жабичьи лапки не подгорели. И что характерно, в духовом шкафу Samsung Dual Cook такая возможность имеется. В обычных шкафах один датчик температуры и конвекции, а тут их два, плюс специальный разделитель. И благодаря вот этому всему получается не смешивать запахи и поддерживать разные температуры на разных уровнях. В общем, вы любите готовить что-то чуть более сложное, чем залитые кипятком мивина и жареные крабовые палочки, то такая духовка просто настоящая находка. Что может быть хуже, чем лежать и болеть? Только лежать и болеть летом, когда на улице красиво, тепло, птички щебечут. И знаете, что самое обидное? Я лично летом болею гораздо чаще, чем зимой. И причина этому только одна. Чертовы кондиционеры. Только пришел, включил, все, тебя уже продуло. Вот и получается, что и с ними никак, и без них невозможно. Но Samsung молодцы. Подумали над проблемой и нашли способ ее решения. Встречайте, кондиционер, название которого практически все объясняет. Samsung Wind Free. Сначала кондер работает как обычный и мощно дует, охлаждая или нагревая помещение. Но сразу после достижения нужной температуры приходит черед режима Wind Free. Тут же из 21 тысячи микроскопических отверстий начинает распространяться воздух нужной температурой. Никакого шума, сквозняков. Еще и потребление электроэнергии падает на 72%. Само собой есть Wi-Fi и поддержка умного дома. Едешь домой, за полчасика через интернет включил и заходишь как царь в слегка прохладное помещение. Сидишь и не паришься, в прямом и переносном смысле. Может даже на ночь не отключать. Огонь. Точнее, кул. Сейчас находимся в зоне моей слабости. Думаю, постоянно зрители помнят, я просто обожаю пылесосы. На Ифо я уже заценила самый мощный аккумуляторный пылесос PowerStick. А тут нам показали его Pro-версию с внушительным списком изменений. Доработали двигатель. Мощность все еще 150 ватт, но теперь он инверторный, с цифровым управлением. И благодаря этому время автономной работы выросло до рекордных 40 минут. Ни один конкурент так долго не может. Появилась гибкая ручка, уменьшающая нагрузку на запястье при уборке под мебелью. Еще ребята на стенде рассказывали, что пылесборник PowerStick можно без проблем мыть. А вот у конкурентов в нем находятся моторы и мыть тоже можно. Но один раз. Ах да, и HEPA фильтр у PowerStick идет в базовой комплектации. Что как бы тоже скорее исключение из правил. Единственный вопрос, где Wi-Fi? Да может и не нужен, но как бы блин. Пусть будет. Возвращаясь к автоматизации, конечно же не обошлось и без роботов-пылесосов. Эти ребята, к сожалению, в скором будущем высосут не только мусор из нашей квартиры, но и всю радость от процесса уборки. Корейцы показывали PowerBot VR7000M, построенный с применением циклонного фильтра. Что драматически увеличивает силу всасывания в сравнении с другими робо-обратишками. Пылесос умеет строить карту помещения и оснащен системой датчиков FullView Sensor второй версии. Если раньше датчику было нелегко обнаружить даже ножку стула, то PowerBot способен определить и объехать все, что чуть-чуть толще обычного карандаша. Короче, даже в мою ногу не будет врезаться. Ну, разве что в благородную щиколотку. Но самое крутое, это специальная щеточка, выгребающая мусор из-под стены. Подъехал, уперся, выпустил ковшик, готово, офигенно. Управлять можно как со смартфона через Wi-Fi, так и инфракрасным пультом. Ткнул ему точку и он к ней побежал, прям как котик. А еще, по словам самсунговцев, щетка с системой самоочистки. И на нее не накручиваются волосы, но лично я в это не верю, фантастика какая-то. Если хотите меня в этом переубедить, жду VR7000M на длительный тест. Желательно в раскраске а-ля Дарт Вейдер. Да, тут есть и такой в специальной серии, посвященной Star Wars. Это если он тяжело дышит. Давайте лучше тот под штурмовика. А черт, этот будет туповат. А чего тут только империя, типа повстанцы мусор? Тонко, Самсунг, тонко. Выводы и я для себя сделала очень простые. Судя по всему, нам с вами не придется ждать апокалиптического будущего с огромной неоновой рекламой, темным небом и фриками повсюду для того, чтобы в один день выйти на кухню, попросить кофеварку приготовить кофе и приказать холодильнику заказать сгущеночки. Много из этого можно сделать уже сегодня, а то, что еще нельзя, обязательно станет можно уже буквально завтра. Думаю, на фоне застоя в смартфонах, именно бытовая техника скоро станет тем направлением, в котором мы увидим наибольшее количество нововведений. Короче, автоматизация рутинных процессов, а не результаты в Антуту, наиболее влияют на жизненный комфорт. Ну, а Самсунг и тут традиционно в лидерах, и вот это меня как-то вообще не удивляет. Ладно, пошла я кушать вкуснейшую итальянскую моцареллу, а вы тут не забывайте о лайках, подписочках, и вот это вот все. Чао!